Всем привет! Вы на канале Олега Соскина, это мой основной канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, рекомендуйте своим друзьям. Чем нас больше, тем больше мы сила, тем больше у нас правды, тем легче мы можем предвидеть события, которые происходят. Поговорим о том, о непотопляемости Зеленского. Вышли последние социсследования, Центр Разумкова их дал. Проводились они вплоть до конец июля, до 4 августа. Центр Разумков, так как рейтинг это более-менее, скажем так, в условиях Украины, имеем такие усредненные, скажем, почти объективные данные. Итак, Зеленский впереди, где-то на уровне 27-28, даже до 29 процентов. Это те, кто определился и придут голосовать. Дальше идет Порошенко, там где-то проигрывает десяток процентов. Потом Бойко, ну и там Тимошенко подпирает. Все остальное, это, так сказать, мелочи жизни, разные лесные насекомые и прочая живность. Естественно, что... А второй тур еще более четко показывает победу Зеленского, несомненную. Где-то более, почти 70 процентов. Грандиозная, конечно, победа. Это если в паре с Порошенко, с другими там вообще не о чем говорить. Таким ясно, что на сегодняшний день Зеленскому нет, по сути, альтернативы. Парадокс. Совершенно какая-то, казалось бы, абсурдная ситуация. Я, честно говоря, думал, что есть какие-то шансы имеет Кличко. Все-таки есть партия, есть мэр Киева, возглавляет ассоциацию мест других населенных пунктов Украины. Большой опыт и так далее. Но там вообще настолько мизерные результаты поддержки со стороны украинцев, что, конечно, его раскрутить практически, как мне представляется, невозможно. Получается, что сколько бы в него, например, тот же И.Б. Фирташ, и Левочкин, и все остальные не вкладывали там, и Хорошковский консультировал бы. И даже если Бойко встанет на его сторону, то и Порошенко, то получается, не в конякор. То есть он имеет какую-то поддержку у киевлян, но не более того. Я думаю, что вот в связи с этими электоральными измерениями сейчас, наверное, самое время Зеленскому просто лишить этого Кличка поста главы администрации Киева. Вот если он это сделает, то, конечно, тогда мы увидим реальную ситуацию. Но, опять-таки, как бы интересно будет это так, перца посыпать блюдо Кличка и его окружение. Посмотрим. В общем, было бы, в принципе, вот если говорить о феномене Зеленского, как ему это удается, причем его партия «Слуги народа», она тоже, в общем-то, где-то на этом же уровне стоит. 27 процентов, 26 может там, ну, плюс-минус там, 1-2 процента, на которых зиждется Зеленских, то есть это из числа тех, кто уже определился и будет голосовать. Ну, это достаточно весомая группа людей по-любому. Так вот, конечно же, если бы выборы были сейчас, уже бы большинства, прямого большинства этой партии не было бы, ну, они бы сделали какую-то коалицию и, понятное дело, как они, собственно, и сейчас ее имеют, понятное дело, что в рамках этой коалиции вместе с Зеленским они диктовали всем другим свою волю. В чем же феномен? Почему так происходит? Несмотря ни на что. Ну, первое, конечно, я думаю, важнейший элемент – это то, что войны нет с Москвой, открытой войной. То есть война, как бы, она есть, она же никуда не делается. До последний год, если не ошибаюсь, 28 тысяч добавилось новых, получили удостоверение участников, по сути, боевых действий на Востоке. А всего их число превышает, там, 402 тысячи. Это очень много. Причем, я так понимаю, что очень много, видимо, умирает тех, которые получали травмы боевые, стали инвалидами, ранения. То есть много людей, видимо, все-таки молодых, это все молодые люди, умирает. Тех, кто принимали участие, активное участие, особенно на начальном этапе войны на Востоке. А если брать еще умерших и пострадавших, то это, конечно, цифра будет не 402 тысячи, а, может быть, в два раза больше, вполне возможно. И это будет продолжаться. Война идет, вот, с 14-го года, считайте, 21-й. И ей конца и края нет. Конца и края войне нет. И то, что сегодня, там, 11-е августа, как бы, получается, что опять несколько наших военных получили ранения на фронте. То есть постоянно приходится удерживать там фронт. удерживать фронт. И понятно, что это фронт войны с Путинским, с Московией, с его армией, что планирует это все генеральный штаб и так далее. Вот такая ситуация. Поэтому, естественно, как бы там ни было, электорат ядровый, большинство людей понимают, что с приходом Зеленского уже более двух лет, да, идут переговоры, да, они заходят в тупик, они вроде бы как и ни о чем, но вместе с тем нет активных боевых действий и нет больших, скажем так, колоссальных потерь, которые были при Порошенко, когда он был президентом Украины. Вспомним тот же Иловайский котел, Дебальцево и все-все остальное. Второй элемент, то, что держит рейтинг Зеленского, это достаточно пока, пока я подчеркну, стабильная финансово-экономическая ситуация в Украине. Да, есть инфляция, она есть как во всем мире, там, например, в Германии годовая инфляция, 3,2% такой годовой инфляции у них не было просто там уже десятилетия. То есть для немцев это очень высокий показатель. В России потребительная инфляция приближается к 11%, в Соединенных Штатах очень тоже высокая инфляция, в Китае колоссальная инфляция. То есть мы видим, что инфляция как явление, причем такое, скажем, как глобальное явление, оно присутствует в 2021 году во всех странах. Присутствует и в Украине. Но с другой стороны, доллар и евро, гривни практически стабильны. И люди, которые работают, особенно в сельском хозяйстве, в аграрной сфере, в торговле, в сфере услуг, да и в других областях, они получают гарантированные зарплаты, а бизнес имеет соответствующие доходы. Да, подняли налоги, да, давят малый и средний бизнес, да, там тяжелая ситуация в связи с этой мировой пандемией. Но тем не менее, надо говорить, что финансово-экономическая ситуация в Украине, она имеет такую форму, как статус-кво. То есть нет каких-то обрушений, нет девальвации национальной валюты, пока она, по крайней мере. И надо сказать, что, как ни странно, многие люди становятся более богатыми. Об этом говорит то, что банки переполнены сегодня деньгами граждан Украины, физических лиц, и значительная часть вкладов, депозитов, это валюта свободно конвертируемая. Вот это, конечно, очень позитивно. Ну, плюс, конечно, развивается, надо прямо сказать, и сельхозпроизводство, и сельхозпереработка. По-любому, вот, как ни странно, начал работать рынок земли, начали на нем осуществляться продажи. Это тоже поддержка для Зеленского, достаточно весомая. Тех, кто хотят приобрести землю, и фермеры те же, и крупный, естественно, капитал. Естественно, поддерживают его те, кому протянули они закон про азартные игры. То есть, бизнес, крупный особенно бизнес, он тоже кланово-корпоративные группы, ну, может, там, за исключением отдельных, они тоже на стороне Зеленского. Группа Коломойского-Боголюбова-Дубилета. На его стороне группа Ахметова. На его стороне группа того же Кучма-Пенчука. На его стороне люди, которые собрались вокруг Леонида Кравчука и Фокина. На его стороне, то есть, аграрные лобби, аграрные бароны. На его стороне, то есть, так, если посмотреть, то кто против. Медведчук, ну, это его группа, она искусственная, она держится чисто на московских, так сказать, прививках и инъекциях. А кто еще? Фирташ, так, тоже нету, так, нельзя сказать, что просто так сильное идет его ущемление. То есть, в данном случае крупный бизнес тоже поддерживает Зеленского. У него, конечно, поддержка по-любому. Это Верховный Совет Украины. Они тоже его, там у него свое большинство. Плюс его поддерживают разные внефракционные и несколько, так называемых, парламентских групп. Давира, там еще кто-то. Вот это еще те элементы. Ну, конечно же, важным является фактор, это то, что Зеленский прекрасный актер. То есть, он отлично и умеет играть. Он привык играть роли разных лидеров, премьер-министров, президентов. Вспомните того, 95-й квартал, того же Ющенко и Януковича. Там у них через одно были эти, так называемые, театральные политические ролики. Плюс мультфильмы, вот это, там, Киевская Русь или как там, сказки или что-то. То есть, Зеленский прекрасно, прекрасно умеет втелю, то есть, умеет перенимать образ. Он очень хорошо чувствует, что хочет простой народ. Он привык работать с огромными аудиториями. Он чувствует их, как бы, их эманацией, их тренд, их желание, их настрой. И поэтому он моментально вбрасывает в пространство его соответствующие члены команды, соответствующие месседжи, серии сразу. То есть, люди любят, чтобы была какая-то интрига. Вот вам хотите интригу, вот вам Чаус. Вот Чаус заявил, что он там прошел 50 километров, бежал от выкрадачив, сдался сам СБУ. Вот и все. Чаус – это клондайк для Зеленского и Ермака информации. Конечно, он очень много знает. У него есть файлы, есть. Ему гарантии дали, дали. Ну, вот все. Он бежал, бежал от выкрадачив. Все, вот это главная версия. Другого он не скажет. И есть однозначно договоренность. Тут Лерас появляется, говорит, были тайные встречи Чауса с Зеленским. Были, не были, пойди докажи, кто свечки там где-то держал. Но интрига запущена, запущена. Чаус есть, есть. Таким образом, фактически погасили вагнеровцев. Тут еще и Лукашенко со своей пресс-конференцией там пообзывал Зеленского. Поднял рейтинг Зеленскому Лукашенко? Конечно, поднял. Потому что, ну, кто с ним будет? Он сегодня полный мировой изгой. Сейчас против него ввели новые санкции. Тимановская уже в Польше. Легкоатлетка, которая бежала. Ее хотели чуть ли не в чемодане расчлененную вывезти с Токио. Вот и все. Выступили люди, которые рассказали, как их замыкали в каких-то там комнатах и этим нервно-паралитическим газом травили, как у Гитлера в концлагерях, в газовых камерах. Вот это как Лукашенко. То есть, как прекрасно сработал сейчас Зеленский с этим же Лукашенко. Теперь осталось только еще забрать торговое сальдо позитивное у этого на 600 миллионов долларов за 5 месяцев у этого Лукашенко. И мы посмотрим, как он прыгать будет на Украину. То есть, Украина, фактически мы, украинцы, этого параноика, этого диктатора невменяемого, мы его кормим. И нормально. Он еще рассказывает, что он сюда придет, что его тут 40% населения уже поддерживают. А если он придет, так 90% захотят, чтобы он был президентом. Он Белоруссию превратил в сумасшедший дом. И теперь хочет расширить свою психопатию эту и концлагерь эти газовые камеры и крематории и на Украину. Он является обыкновенной шавкой путинской, даже не сатрапом Путина, а просто такая собачка у ног, которая выполняет все путинские команды. И он довел страну до банкротства. Они не могут, у них нет денег на то, чтобы выплачивать кредиты. И он там на коленях стоит, ноги целует и моет Путину, а потом воду эту пьет. И он рассказывает, ах, как его поддерживают в Украине. На Гордона этого Дмитрия наехал. Тот же правду сказал. Гордону надо отдать должное. Он очень щепетилен в этом процессе. Да, он, конечно, как говорится, гибкий такой человек. Но а что ему делать? Все гибкие. Жизнь такая наступила. Но то, что Гордон является умным, квалифицированным и очень хорошо осведомленным экспертом, и не только, ну и политиком, в принципе, тоже, общественным деятелем, это 100%. Лукашенко имел такое несчастье на него наехать. Я поздравляю Лукашенко. То есть Гордон, конечно, в долгу уже не остался. Я думаю, он теперь будет Лукашенко прессовать по полной программе. Понятно, что, конечно же, надо против Лукашенко принимать соответствующие меры. Я об этом сто раз уже говорил. Необходимо немедленно выходить на Литву. Есть вот этот же треугольник. Ребята, что вы тянете? Проводите его совещание. Зеленский, Дуда и президент Литвы. И вводите в Литву украинский военный контингент. Ну, 1015 же можете, Литвашне бедное, в конце концов, да и ЕС поможет. Спокойно поставим на границе 15, может, даже 20 тысяч человек. Тем более, что будут вот эти августовские учения. Там очень много московитов участвуют. И они так серьезно готовятся. И они не отказались от захвата Сувалковского коридора. Что там того коридора, по нему идти, по польско-литовской пограничной территории, чтобы состыковаться с Калининградом. То есть, все равно, ледокол Путин, он же не отступит. И обряд же, они ж не зря этот свой делали. Сатанистский или люциферианский, как там его называть, в недрах этого Кремля, где они там это все осуществляют. Поэтому они же готовятся. Вы же смотрите, целая республика на глазах сгорает. Якутия, да, шаманджи с Якутии. То есть, четко идет битва. Сакральная битва идет. Мощнейшая битва эзотериков, как там их называете, экстрасенсов. Там еще каких-то там тайные общества. Как вам больше это все нравится. И в силу своего понимания. Но битва реально идет, понимаете. И чем она закончится, это еще очень-очень неизвестно. И то, что фактически, ну, я удивляюсь руководству Якутии, потому что, по сути, им же центр, Москва, как надо, не помогает. То есть, берите, проводите референдум, да выходите с Российской Федерации, проводите референдум о самоопределении, чего вы его не делаете. Проводите. Обратитесь к руководству Якутии, обратитесь к Украине, лично к Зеленскому. Мы можем в этом плане им тоже очень серьезно помочь. И у нас есть соответствующие возможности и по тушению пожаров, и по всем другим вещам. То есть, это же не проблема. И в данном случае это было бы очень правильно. То есть, если Путин говорит, что вот там кто-то, есть какой-то Донецк-Луганский анклав, и есть там Крым, который вот на полуострове кто-то там типа провел референдум. Давайте в Якутии проведем референдум по самоопределению. Они имеют это национальное самоопределение. Есть Якуты, это сформированная нация. У них свой язык, свои обычаи, свои атрибуты государственные. Чего там сидеть? Так и всю республику потеряете. Выжженная земля будет. И то же самое может сделать Хабаровский регион, Дальний Восток. Удивительно, конечно. Совершенно местные элиты, региональные, не думают о людях, которые там проживают, о бэтносах. Не заботятся о них. Нельзя же такими быть тупыми и продажными. Вот у Якутии сегодня прекрасный шанс появляется. И они могут, местное руководство, вполне бы национальное, могло бы опереться на Украину. И Украина могла бы реально им помочь и в проведении национального референдума, и в тушении пожаров, и всех этих бедствий. То есть, есть совершенно определенный алгоритм, по которому надо действовать. Тогда бы, может, и Путин бы там пошевелился в этом бункере под Ленинским мавзолеем. И этот бы его Синклит Кагибиский тоже бы задергался. То есть, надо переходить в атаку, ребята. Чего вы дрейфите? 20-тысячный военный контингент на границе с Литвой. Смешанный может быть. Нацгвардия может зайти вместе с нашими... Призовите ребят с запаса, которые на границе служили офицеров. В чем проблема? Зеленский, Ермак, министр иностранных дел, Кулеба. Все время я хочу его Куйбидой назвать. Я Куйбиду хорошо знал. Неплохой человек. Ну, нормальный. Со своими тоже такими... Как бы... Видением на жизнь. Но... По-любому патриот Украины. Так вот, как бы важно... Верещук тоже могла бы, в принципе, контингент возглавить. Чего нет? Ну, такая гендерная политика была бы. Там женщина же президент, кажется, в Литве или как. Или премьер там. Ну, не важно. Поэтому я думаю, что вот такие вещи, они бы самоутверждали Украину в мире. Они бы делали нас субъектом мировых отношений. Но то, что Зеленский... Ну, конечно, по-любому Зеленский вызывает у народа пиетет. И то, как он встречается по-любому с мировыми лидерами. То есть, с Макроном встречался, встречался. С Путиным встречался, там, на этой встрече встречался. С Меркель тут уже прямо чуть ли не каждый месяц встречается. Там в Десна целуются. Теперь с Байденом встреча будет. С Блинкеном была, и НООН была. То есть, народу нравится, что их президента, вот, мировые лидеры как-то поддерживают, уважают. Ну, и другие встречи же были. По-любому импонирует, конечно, то, что он много уделяет внимания, как главный военно-командующий, берет участие в учениях и так далее. То есть, он постоянно находится в, как бы, в точке пересечения разных координат. Народу нравится, что он придавил олигархов. Медведчука посадить даже. Это вообще, как говорится, как Райкин говорил, гост поменять, говорит, да лучше, говорит, три года буду нестриженным ходить. Я тут раз, как говорится, на Медведчука, как на простого этого самого завмага, плюем. Нет дефицита, представляете? Поэтому, естественно, ты меня уважаешь, я уважаю мои люди. Путин Медведчука уважает, Медведчук Путина очень уважает. А тут бац, есть. А этого друга Медведчука, его, как говорится, главного, который работал по этим всем финансовым проектам, так вообще в розыск объявили. Людям это тоже нравится. Естественно, нравится. А с другой стороны, Коломойского защищает. Ну и своих людей не сдает. Своих. Ермака, сказал, не сдаст ни при каких обстоятельствах. Даже если резать будут, отрезать там кое-что, все равно Ермака не отдаст. То есть, это все импонирует. Это все. Да, ну, к сожалению, соврал. С Банковой не уехал. Соврал на велосипеде, на работу не ездит. Соврал, налоги не уменьшил. Соврал, налоги повысил. Ну, то есть, очень много, много таких вещей, которые соврал. Но, люди думают, ну, такие другие врали. А этот хотя бы, как говорится, не затягивает. Удавку на шею, табуретку не выбивает. Вот, поэтому, как бы, даже где-то чуть-чуть. Для меня, как бы, это все было несколько где-то неожиданно. И я могу сказать, что... А зачем ему делать теперь досрочные выборы? Какой ему смысл? Ну, теряет рейтинг, ну, теряет, как песочные часы, песок сыпется. Ну, сыпется. Еще три года будет сыпеться. А там за три года, представляете? В условиях такого хаоса, анархии, энтропии, которая сейчас в мире наблюдается. Тут волна за волной, пандемия мировая идет. Ну, и что? Вон, послушайте этого председателя ВОЗ, какие он вещи рассказывает про ситуацию. Ну, и что, как говорится... Поэтому, я думаю, что вот это все, может, еще что-то вы добавите, оно как-то вот это уравновешивает. Ну, и самое главное, что нет же альтернативной кандидатуры. Я предлагал, говорю, возьмите Потапа вместе с Настей Каменских. Может, их бы раскрутить можно было. Ну, как-то они откликнулись и вообще сказали, Олег Игоревич, что же вы такое предлагаете. Когда Зеленского я предложил, так тоже говорили, что Соскин, типа, не в себе. Так он теперь президент и всем нравится. И все уже за него голосуют. А когда я предлагал, так говорили, что он такого быть не может. А Коломойский поверил, говорит, да может. Может, и в Потапа, если бы кто-то из таких поверил, так тоже, может, было бы. Ну, жизнь была бы интереснее. Была бы жизнь интереснее, видите. Ну, в этом плане, конечно, будем видеть, как будут события развиваться. Но надо отметить, что в целом в мире все-таки очень-очень сложная такая ситуация. Очень, видите, Польшу, ну, просто начала трясти, серьезно трясет. Ну, как бы, как всех. Потому что люди ненавидят сегрегацию. Люди хотят четко, чтобы соблюдалась хартия прав и свобод человека. Не было никаких привилегий для одних и для других ущемлений прав. Ну, и поляки, они очень в этом плане чувствительные. Ну, рухнула, как я понимаю, на сегодняшний день правительственная коалиция. То есть, партия Дуды, ну, собственно, Качинского, она утратила большинство в парламенте. Это очень серьезно. Я думаю, начинается там правительственный кризис с непредсказуемыми последствиями. Да, это 100%. 100%. То есть, Польша дестабилизирована. Дестабилизирована Латвия, которая вела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией. Но, ребята, поздно. Фима Пить Боржоми, когда почки отвалились. Потому что к вам идет огромнейшая инфильтрация агентов Путина под видом беженцев и так далее, и так далее. Вы проспали. Проспали. Латвия сейчас тоже самое с Эстонией будет. То есть, там огромное русскоязычное население. Естественно, сейчас начнется их дестабилизация. Никто им не придет на помощь. Кто к ним? В Германии тяжелейшая ситуация. В Германии на пороге колоссальных изменений. То есть, естественно, что... Мы вообще не можем сейчас предсказать. Я все-таки считаю, что ХДС, ХСС будет устранена от власти. Будет устранена. Может, останутся... Может, зеленые возьмут в союз социал-демократов и свободных демократов. Такое тоже может быть. И тогда практически они, как говорится, затопчут ногами. И втопчут ниже плинтуса ХДС, ХСС. Скорее всего, так и будет. Будем реально говорить. Может, так и быть. Все к этому идет. Канцлер зеленый будет. Социал-демократы будут. Министр иностранных дел, как всегда. Ну и свободные демократы свое получат. Вот такая коалиция трех партий. Очень даже возможно. И я думаю, социал-демократам уже ХДС, ХСС, ну просто в печенках сидит. И она им очень уже надоела. Они хотят по-любому быть при власти. Сами они уже никак не прорвутся. А вот такую могут сделать зелеными. И пассианс такой. Поэтому в этих условиях Зеленскому надо, как говорится, с Меркель сказать, как там песни поется. Дан приказ ему на Запад, а ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Дорогая фрау Меркель, как говорится, всего тебе доброго. Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Всего тебе хорошего. Северным потоком 2. Мы эту модель вашу не принимаем. Штанмайер сегодня президент, а завтра не президент. Будет пенсионер, кому он нужен. Поэтому надо время выиграть. Выигрывает тот, кто умеет. Чем больше артист, тем больше пауза. А Зеленский очень хороший артист. Поэтому я думаю, что он эту роль сыграет. И он прекрасный. И эти ребята, которые за ним стоят, они это понимают. Естественно, что трудное, что слабое для звено сегодня, если брать вот эту ситуацию Украины как геополитическую в Европе, это для Путина, это Беларусь Лукашенко. И его надо просто добивать. Однозначно его надо добивать. Он в истерике находился на своей пресс-конференции. Обозвал там и Зеленского, и других, и Украину унижал. Поэтому вот это мычание, влияние, которое сейчас было по поводу его слов, надо четко действовать. Надо просто ему перерезать полностью все шланги финансово-экономические. И все. Надо полностью прекратить торговать и закрыть рынок для Беларуси. Немедленно это надо сделать. И все. И он будет кричать, пищать будет. Надо всем, тем, которые хотят выехать, молодежь пусть поступает в украинские вузы, свободно. И надо открывать, соответственно, Чернигов откройте, Ривны откройте, Житомир для белорусов откройте. Все по лесу откройте, пусть заходят. Дайте им, в конце концов, в аренду землю, там сколько Черниговской области, там сколько мертвых населенных пунктов. Пусть белорусы их возрождают, пусть создают военные хутора, дать им возможность создать там вооруженные отряды. Ничего страшного нету. Чего вы боитесь? Чего вы? Время такое, время того, что рушится все, что было, рушится, его уже не будет. Время хаоса, время депрессии, стагнации. Время новых решений. Вы же молодые ребята. Чего вы боитесь? Что вам терять? Нечего вам терять. Вперед из песней. Мы новый мир построим, да? Ну, старый не надо разрушать, конечно, мы тоже ж много сделали для Украины. И поэтому, естественно, надо ж и нас, как говорится, не забывать достижения и наши заслуги. Старых тоже ж людей, как говорится, ну, не старых, какие мы старые. Мы же не старые, просто, как говорится, мы, это как вино, которое много лет выдержано, оно еще более ценное становится. И даже, можно сказать, бесценное. Поэтому старших надо уважать, и тогда у вас все получится. Вот я бы такой сделал сейчас анализ. Если вы там, кто-то будет возражать, возражайте. Мне интересно тоже послушать. Думаю, опять выступлю и на политике, на Кррлайфе у Людыни Мэри. Естественно, что буду говорить о каких-то этих вещах. В конце концов, это так, как бы, объективных два источника. По сравнению с тем, что уже есть, все, что осталось, это просто уже на уши не налазит. Поэтому, вот, думаем, что так будет. Посмотрим, август, только еще две трети августа, да, почти осталось. Будет еще очень много событий, очень много событий. Видите, и Турция горит, и Греция горит. А что значит горит? Ну, это, конечно, драмы, трагедии, несчастья большие. Но это сгорает экономика, сгорают финансы. То есть, рушатся целые страны. Испания, Исталия рушится. Рушится Бельгия. Бенилюкс рушится. Вот что самое, скажем, тревожное, что происходит. Ну, инфляция огромная. Соединенные Штаты, там, возьмите, я говорил, столица Нью-Дженши, Трентон. Там, я посмотрел, ну, там просто, это какой-то город-призрак. Таких же уже много, там, таких. Там и Чикаго, там, и Детройт. Это просто города уже умершие, там. Возьмите целые кварталы Нью-Йорка. То есть, в Штатах тоже идет колоссальная энтропия. Колоссальная. Да, огромное богатство. Сотни триллионов. Но, тем не менее, огромные уже и огромные массы бедствия. То есть, закон накопления, объективные пирамиды. Это концентрация богатства на одном полюсе. Концентрация бедности и миллиардов бедных на другом полюсе. Она реально происходит. На том полюсе триллионы долларов, евро, фунтов, стерлингов. Швейцарских франков. А внизу бедствия, нищие, больные. Ну, так мир устроен. Главное, уничтожают средний класс. Это мелкая, средняя, национальная буржуазия. Посмотрите на тот же Китай, что происходит. И понятно, что и Зеленский, и Ермак стали уже четко под знаменом королевы Великобритании. И они не сойдут с ней. Ермак вот заявил, что нам надо система Патриот. Там какие-то наговорили вещи, что это 9 миллиардов долларов стоит. Откуда такие суммы? Вообще непонятно. Вполне можно это делать. И стингеры надо брать, и самолеты надо брать. И базу надо Соединенных Штатов, и Великобритании, и военно-морские открывать. Это будет все очень-очень хорошо. И надо создавать вместе вооруженные, ну, чем не создать, скажем, корпус совместный Польша, Украина, Литва там чуть-чуть, Латвия, пусть даже символически Словакия, в конце концов, Молдова, Грузия. Чего не создать единый мощный боевой, вот такой штурмовой наступательный корпус. Почему не проводить совместные учения военные? Великобритания, США, Украина, Польша, Литва, военно-морские надо проводить учения. Это же все позитивно. Это все позитивно. Это все, так сказать, надавливать на причиндалы тех ребят, которые там в Кремле сидят на всякие кремлевские башни. Там Жириновский так там вообще, как говорится, мочой зайдет от этого всего, ядовитый. Вот так надо действовать. Ну, это так, как бы, зарисовки такие небольшие. Ну, посмотрим, насколько мальчики, девочки, которые сегодня, Бог им дал власть, проведение дал, и народ Украины. Посмотрим, насколько они в этом деле способны, плодотворны и целенаправленны. Ну, вроде, вот, как бы, все так, то, что хотел сегодня вам рассказать, сказал. И до новых встреч на двух моих каналах. Ну, и Соскин Ньюс, и Олег Соскин. Делайте донаты обязательно. Подписывайтесь. Чем нас больше, тем мы сильнее. Всего доброго. До новой встречи. Редактор субтитров А.Семкин